Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Котлас 24. В студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. Судьба беспокойная, как море. Котлас и Котласский район отметил 118 лет со дня рождения адмирала Кузнецова. Страшная находка на Вычигде. Очередной несчастный случай на воде. На этот раз жертвой реки стал опытный рыбак. Футбол покажет два проигрыша котласских команд. А завтра очередные матчи юношеской футбольной лиги. Начнем программу со значимой для нашего города даты. Накануне Котлас и Котласский район отметили 118 лет со дня рождения адмирала Николая Герасимовича Кузнецова. Он родился в деревне Медведки, прошел путь от простого матроса до адмирала флота Советского Союза. Ежегодно на Котласской земле проводятся мероприятия в его честь. В субботу 23 июля дом-музей в деревне Медведки Котласского района по традиции распахивает двери и принимает гостей. Здесь родился и вырос Николай Герасимович Кузнецов. В 29 лет он командир крейсера. В 32 в Испании в качестве главного военно-морского советника и руководителя советских моряков-добровольцев. В 33 командующий Тихоокеанским флотом. В 34 народный комиссар военно-морского флота страны. В годы войны Николай Кузнецов возглавлял советский флот. Смена, запор, шагом, марш. И традиционно вот уже 47 лет, 24 июля у Центра дополнительного образования ребята из штаба школьников «Товарищ» проводят линейку памяти Николая Кузнецова. Объединение в 1975 году начало большую работу по увековечению памяти адмирала на его малой родине. В рамках торжественной линейки состоялось посвящение молодых людей в члены штаба. Все свои знания и умения посвятить работе штаба и школы. Посвятить работе штаба и школы на благо родного города и страны. На благо родного города и страны. Это ребята, которые уже умеют брать на себя ответственность, которые могут проводить дела, которые надежные товарищи, которые всегда знают, как поступать и могут прийти на помощь. Которых мы уже полагаемся и которые могут поставить надежное плечо и которые, скажем так, смогут решать какие-то вопросы трудные для штаба и вообще в целом для жизнедеятельности штаба. Я и так стремилась к чему-то большему и всегда вкладывала по большинству своих сил и так же останется неизменным. Я теперь могу ходить на собрания по штабу, где мы будем решать какие-то важные вопросы, допустим, по веснянкам. Вот я теперь могу на них ходить. Почтить память Николая Кузнецова в этом году приехали представители института имени Вавилова и Санкт-Петербурга. И не с пустыми руками. Эти саженцы яблонь высадили у ЦДО в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию со дня основания Соловецкой школы «Юнг». Именно по его приказу была создана эта школа для мальчишек, которые оказались беспризорниками и норвались на фронт. Юнги были самыми юными, профессионально подготовленными участниками войны, которые в грозные годы вместе со взрослыми с оружием в руках встали на защиту родной страны. Юнги обучались в школе 12 месяцев. По ее окончанию они отправлялись служить в действующий флот, где по достижению совершеннолетия зачислялись в кадровый состав. Институт давно работает с Архангельской областью в целом. И мы уже несколько лет сотрудничаем как раз с Соловецкой школой «Юнг». Там тоже высажены несколько яблонь были в прошлом году. Я думаю, что эта плодотворная работа будет продолжаться и в скором времени в Архангельске будут свести сады. Здесь в Центре дополнительного образования Котласа в штабе школьников уверены, благодаря тем, кто бережно хранит в сердце память о героях земляках и передает ее из поколения в поколение, лучшие традиции российской истории не умирают, а продолжаются, чтутся и живут. Еще традиция. В селе Туровец Котласского района состоялся местный праздник Туровецкая конная. Он отмечается ежегодно в первое воскресенье после празднования памяти святого Прокопия Устюжского. В этом году дата пришлась на 24 июля. Об истории праздника и его традициях Нелли Филатова. Знаменитая Туровецкая конная традиционно начинается с водосвятного молебна, с божественной литургии в Свято-Богоявленском храме. Отстоять ее в этот день собирается столько верующих, сколько не может вместить в себя храм. Мы должны приобщаться, молиться за своих детей, внуков, как говорится, чтобы в мире было все хорошо. Мы вообще никогда еще не были на Туровецкой конной. Хотели очень посмотреть, что это такое. Постоять на службе, прислониться ко кресту, поставить свечки и вообще подумать о своем. Что здесь, а тут, говорят, бывает. Не знаю, мы еще ни разу не видели, но как бы хотелось бы. Наверное, просто как-то больше веры. Именно с веры в этом самом месте все когда-то и началось. История Туровецкой конной уходит корнями вглубь веков. Согласно преданию, однажды на лошадей здешних мест напала неизвестная болезнь. Начался мор. Люди знали цену лошадям-кормилицам, дорожили ими. И в отчаянии обратились за помощью к Божьей Матери. На явленном месте на Туровце отслужили специальный молебен. Потом осветили воду, окропили лошадей, и болезнь отступила. Много воды утекло с тех пор, но заботливые хозяева и сегодня приводят лошадей к Туровецкой церкви на обряд окропления. В наши дни окропления проходят лошади из конно-спортивных клубов. Всесильная благодать Божия и для всех собравшихся. В таком виде праздник Туровецкой конной существует с 2009 года при поддержке Святобогоевленского храма. Это событие, это праздник, и, можно сказать, и церковный, традиционный, как бы наш, местный, местного значения. Ну и особую радость приносит прежде всего для всех, потому что люди собираются, приезжают на могилы, прежде всего своих почивших. Еще бесчисленное множество здесь пребывает, приходят, молитву возносят, упокоение душ усопших. Ну и с радостью великую встречаются, и встречаются и общаются, это очень хорошо. Как и много лет назад, когда святая вода исцелила лошадей, здесь устраивается большой праздник с песнями, плясками, торговыми рядами и, конечно, показательными выступлениями наездников. Конные представления, как пели, песни хорошие поют, ярмарку посмотрели, прошли. Праздничное настроение, погода как раз позволяет, такая приятная. Вообще отлично, особенно лошадке нравится, вообще супер. В этом году, мне кажется, еще интереснее проходит это все. Я уже не первый раз на Конной, уже несколько раз, наверное, как поступал. Сами мы из КСК Пегас, лошадь зовут Сангрия. Местные давно считают Туровец особой благодатной землей. Есть здесь и своя святыня, икона Туровецкой Божьей Матери в Свято-Успенском храме. Есть святой источник и очередь к нему, чтобы набрать воды или просто умыться, не меньше, чем к церковным святыням. А в день Туровецкой Конной здесь органично сплетается все. Святая христианская вера, поклонение труду и его символу, трудолюбивому и выносливому животному. И земле, которая дает, которая забирает и дарует силы любому русскому человеку. Накануне в Котласе на стадионе Салют состоялись очередные футбольные матчи в рамках юношеской лиги Северо-Запада. На своем поле наши команды принимали гостей из Великих Луг. И удача последним улыбнулась гораздо шире. Два матча победные для приезжих спортсменов. Первыми на поле стадиона Салют вышли игроки 2007 года рождения. Гости из Великих Луг сразу взяли инициативу в свои руки. Котлас же не торопился просыпаться. Хотя команда противника прямой конкурент. С ними наши спортсмены и делят низ турнирной таблицы. Раньше на мяче оказываются котлашане. И снова отдают мяч назад. Вот такая спокойная, ненапряженная игра. Очень мало ударов. Игра соперников на опережение дала свои плоды. Гол забил Артем Виноградов. Великие Луки во втором тайме котлашане несколько встрепенулись. Моменты были, но остались нереализованными. Защитник Алексей Стрекаловский, автор последнего гола от нашей сборной, в этот раз не раскрылся. Идет атака по правому флангу. Но здесь сразу два игрока. Насели на Стрекаловского Алексея. Были моменты, но не хватило реализации. Могли бы забивать. Вторыми на поле вышли более опытные игроки. Ребята 2006 года рождения уже принимали участие в играх ЮФЛ в прошлом году. В отличие от новичков, спортсмены более подвижные, зрелищные и сам матч уже в первом тайме сделали 1-1. Начали наши со штрафного удара гол в ворота соперника отправил Глеб Рогачевский. Так, единственный номер. Делает ложное движение. Друзья, удар, гол! Гол забивает котловская команда. Со штрафного. Пара минут и гости ответили тем же на этот раз удар головой. Автор забитого мяча, нападающий Даниил Барканов. В атаку, удар поворотом, гол! Гол, 1-1. 1-1. Отличный удар головой. Ну, конечно, дома удобнее играть, потому что родной стадион, ну, как бы, все более чувствуется. С самого первого тура не получалось забить, это мой первый гол в туре. Вскоре гости оформили и второй гол. Счет матча 2-1 в пользу команды из Великих Лук. Доволен, что начинала мелькать игра из предыдущих игр. То есть, что-то, и ребята заведенные были, и не получилось. Но я думаю, что в дальнейшем, если так все дальше по делу пойдет, то, думаю, будет больше плюсов, скажем так. Пока для нашей команды турнир складывается не очень результативно, очередные проигрыши оставляют их на последнем и предпоследнем местах таблицы. Тем временем, очередные матчи лиги уже завтра. Команды Котласа примут у себя спортсменов из Пскова. Стадион «Салют» начало в 11 и 14 часов. Болельщики приветствуются и, как говорится, футбол покажет. И снова происшествие на Боадем. Накануне сотрудники ГИМС обнаружили в районе старицы реки Вычигды тело мужчины, погибший опытный рыбак. Как сообщают официальные источники, о пропаже мужчины заявили его родственники. Он отправился на рыбалку еще 17 июля. Вернуться должен был 22-го, но так и не появился. На его поиски отправились сотрудники ГИМС. Сначала наткнулись на палатку. В двух километрах от нее обнаружили лодку пропавшего рыбака. И только спустя время, в 20 километрах от судна, в районе старицы реки, было обнаружено тело. 23 июля поступило сообщение в дежурную часть от жительницы города Коряжма о том, что ее муж ушел на рыбалку и длительное время не выходит на связь. Незамедлительно выехала следственно-оперативная группа на место, предположительно, где мог находиться мужчина. В ходе проведения следственного действия был обнаружен труп мужчины. Что произошло на этот раз и почему погиб мужчина сейчас устанавливается. Но известно, что это был опытный рыбак, знакомый с рекой и, вероятно, всеми ее опасностями. К сожалению, для Котласа и района это уже не первый случай гибели на воде. Поэтому напомним еще раз. Берегите себя, своих детей и своих близких. Не пренебрегайте средствами защиты и спасательными жилетами. Помните, алкоголь и плавание несовместимы. А дети должны находиться у воды только под пристальным вниманием взрослых. Летняя жара – время, когда так и тянет отдохнуть у воды на берегу реки, озера или отправившись по водной глади на маломерном судне. Аварии на лодках, катерах – не редкость. Из-за чего они случаются, как их избежать и как вести себя в критической ситуации. В специальном видео от Министерства чрезвычайных ситуаций. По итогам анализа за 2021 год на водных объектах Российской Федерации произошло 90 аварий, в которых погибло 69 человек. Кроме того, в этих авариях 44 человека получили травмы и, к сожалению, 14 человек пропали без вести. Если говорить про уже текущий год, то мы видим значительный всплеск аварийности. Он связан с введением в работу новой системы учета погибших, когда, в общем-то, весь поток информации стекается к нам, она не теряется. И мы можем понимать и анализировать все, что происходит на водных объектах. В связи с теми событиями, которые происходят у нас в стране, в мире, когда очень становится ограниченным туризм, выезд людей за рубеж, очень многие люди едут отдыхать, естественно, на наши водоемы, соответственно, приток отдыхающих увеличивается, ну и вместе с тем, конечно же, происходит рост тех самых происшествий, в том числе и с маломерными судами. По аварии маломерного судна мы подразумеваем любые происшествия с маломерным судном, которые влекут за собой гибель либо травматизм человека, либо гибель или повреждение самого судна. Наиболее частыми причинами аварийности является это опрокидывание судов, это несоблюдение правил пользования и правил плавания, при которых суда могут сталкиваться как между собой, так и с какими-то посторонними предметами. Порой к аварийности приводят несоблюдение банальных правил безопасности, которые, в принципе, все описаны, когда человек, в общем-то, вываливается за борт лодки, на человеке нет спасательного средства, и если вода холодная, то он просто тонет. В первую очередь, не следует управлять маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Если судно неисправно, либо не укомплектовано в достаточном количестве индивидуальными спасательными средствами, такое судно тоже к эксплуатации запрещается. И выходить в плавание на нем опасно. Выход в плавание в сложных гидрометеоусловиях. Такой выход в плавание запрещен. Это плавание в темное время суток, особенно если судно не оснащено навигационными огнями. Плавание при сильном ветре, высокой волне и так далее. Очередное ДТП произошло на Восточном шоссе, есть пострадавшие. В пятницу вечером водитель «Шкода Октавия», двигаясь в сторону автомобильного моста, не вошел в поворот и съехал с дороги. Кроме водителя, в машине находились три пассажира. Все четверо были травмированы. Причем двоих спасателям пришлось деблокировать из салона авто. После чего пострадавшим была оказана медицинская помощь. На сегодня это вся информация. Эфир продолжат ценные новости и прогноз погоды. До встречи на телеканале Котлас 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова